Моя родина Сибирь необъятна велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так и ягодка. Так, ага, еще одна запись. Не могу же я сидя в деревне, слово сидя условное. Находясь в деревне, не собрать на семена последние яблоки. Вот они, это так называемый перферк китайка, лучший сорт мичурина. Они уже подвинили, с них можно брать семена, но семена есть любители. Вот они последние, но если тут покопаться, они лежат под этим. Их почти не видно под листой. Потом дособираю. Теперь о главном. Итак, они были одинаковые, но одна начинает умирать, а вторая не начинает умирать. С этой я черенки не резал, а с этой резал. Давайте смотреть. Те, кто учит не просто резать, а каждый год резать, каждый год резать, а еще не просто, а целый сезон, то есть им подразумевается и весеннее, и летнее, осеннее, и зимнее обрезка. Они странные люди. Вот, очень странные. Я уже боюсь применять более сильные термины. Итак, здоровое дерево. О, оно уже какое. С нее я такие красавые яблоки собирал. Я вам показывал, вы, наверное, слюной захлебывались. Так. Вот. Смотрим, как я убиваю это дерево. Черенки нужны? Нужны. Поехали. Начинаем с простенького. Черенок отрезан. Заметьте, дерево молодое, здоровое. На нем сухих веток сроду не было. Видите? Сколько... Не то, что тут вот надо изощриться. Угол другой, неправильный угол. Тогда эта веточка будет жива. Нет. Как бы не резали, здесь отрезали, это мертво. Раз. Здесь отрезали. Видите? Это мертво. Смотрите. Два. Смотрим, это не все. Здесь отрезали, начинает умирать. А то я пока семечки. Вот уже покруче. Смотрите внимательно. Отрезали. Так. И... Пошла. Пошло, 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 пошло. И теперь еще вот эту ветку уничтожит. Она уже на грани. То есть вот эта ветка вроде живая, но считайте, она уже мертва. И так все это мертво. Еще круче. Ну, там вот есть еще обрезанная и тоже отрезаешь вроде бы аккуратненько, почечка, выше верхней почечки. И тут же все. А тут же целое это. Там 10 сантиметров мертво. А вот самое страшное начинается, друзья. Смотрим. Видите? Смотрите. Это начало. Смотрим вниз. Сюда, сюда, сюда. Смотрите. Теперь. И вот эта ветка, она еще живая. С нее я брал черенки. Смотрите, брал. Почти безобидная. То есть, сильного вреда не принесли. А вот эта рана, считайте, вот эту ветку тоже убила. Еще живую, плодоносящую. Вот с нее. Вон, смотрите. Это с нее падало. Вот это вот. Видите? Тут много чего. Они просто подлежат под этим. Их не видно под листой. и так вот это примерно будет пятая часть дерева. Вот этот пилю. Вот. И ни гарантии нет, что дальше не пойдет. Скорее всего, пойдет. Идем дальше. Думать, это все еще страшнее есть. Вот. Я к тому, что призываю. Но если вы живете на даче, если у вас этих яблонь полторы штуки. Вот. Ну, не подходите вы к ним секатору. Не верьте никому, кто учит улучшать деревья. Вот, пожалуйста. Еще одна. Видите? Смотрите. Отрезана. Видите? Замазана мной. Раз замазал, значит специально резал. На черенки. Смотрите. Погибла. Погибла вот отсюда мертва. Теперь тут отрезать. И нет гарантии, что дальше не пойдет. И все. Еще одна. Смотрите. Краску видите? 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 Она отрезала. получил полтора метра у мертвого дерева. Вот отсюда. Вот. Все показал. Или еще показать? А вот еще. Смотрите. Отрезал. Мертва. Отрезал. Мертва. Вот отсюда мертва. Эту отрезал. Я же ничего не привлечу. Вот она синяя. Она даже отломалась. Вот она. Видите? Она вот отсюда мертва. Ну что? Эту. Специалистик. Чуть не сказал одно такое ласковое слово про вас. Забудьте слово. Улучшать деревья. Забудьте слово. Делайте им штамп. Видите? Никто штампа не делал. Найдите хоть одну ранку. Никто штампа не делал. Ваша же задача. Убедить людей, что вот здесь должна быть страшная грана, которая потом замерзнет. Туда пойдет мороз внутрь. И тогда сразу все дерево погибнет. Это еще гибель отсрочена, потому что я только приросты последнего года отрезаю. Видите? Вот. Это еще отсрочен гибель. Но гибель близка. Это что? Шутки что ли? Вот эта ветка. Это что, шутки? А началось-то вот отсюда. Смотрите. И пошла, 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 пошла. Вот. Это вещи, которые невозможно ничего себе поделать, кроме одного. Оставить дерево в покое. Это. Как бы назвать этот короткий фильм? Оставьте дерево в покое, а потом пару ласковых слов. Вашу и троеточие. Вот. Что-то в этом роде. Сколько можно учить людей калечить деревья? Ну, ладно. Мне выхода-то нету. Мне железо. У меня брат будет ругать. Ну, хватит уже таким тоном разговаривать с людьми. Отпугиваешься. Они не будут твои фильмы смотреть. А как не... А кто их научит? А? Вот. Может, потерпит. Вот такой вот. Потому что я показываю живьем. Да. Обидно. Я теряю дерево. Это дерево, умирающее. Еще раз. Умирающее. Дающее прекрасные плоды. Это два дерева одинаковые сорты. Только это уже отстает в росте. Уже гибнет. Вот. Это бельферки тайка. Замит. Это лучшее, что есть у Мичурина. Это вкус необыкновенный. Это еще небольшие. Большие давно собранные. Лежат в холодильнике. Вот. Это осенний сорт. Видите? Ну и наконец... Наконец. Кого я это... Призываю. Пересылайте этот фильм. Я уже никогда не говорю. Два раза снял тысячи фильмов. Два раза все сказал. Нажмите на лайку. Вот. Потому что просмотров мало. Ну надо. Просто пересылайте этот ролик. Ну пожалуйста. Ну спасите не только свои деревья. Ну спасите деревья эти. Кстати. Чтобы не думали, что я деревья гублю. Просто так. Это все было живое. Вот. Деваться некуда. Идет прореживание. Жуткое, страшное прореживание. Потому что у меня нет выхода. Видите? Они все с листьями были. Я ничего не привлечил. Они были с листьями. Это были живые. Это были живые. Смотрите. Смотрите. Это были живые деревья. Вот. Я их уничтожил. Только потому, что у меня нет места для других деревьев. Вот. Ну и чтобы получился более-менее приличный фильм. Вот. Кстати. Такие же раны я могу показывать на других деревьях. Вот. У меня ошибается. Сколько можно ругаться. Вот они. Смотрите. Жуткая вещь. Я показывал все весной. Когда дерево было моложе. Ни одна нетронутая ветка не заболела. Ни одна нетронутая ветка. Только те умерли. Причем умерли намного ниже ран. Смотрите внимательно. Только те умерли, которые я резал на черенки. Я слепой? Нет. Вы слепые. Вы видите, что творится? Вот эта обрезка на заготовку черенков. И ветка. Вот. Просто 2 метра. Еще буду резать. Добивать буду дерево. Но это уже сбился этот. Как еще раз объяснить? Обойду с другой стороны. Это же настолько понятно, что вот любуйтесь приросты. Это все пойдет вам на продажу. И Сергею на заготовку черенков для того, чтобы привить и продать вам в качестве однолетних саженцев. Вот. мертвые мертвые только те, которые резали. Еще раз. Только те, которые резали. Только те, которые резали. Которые не резали, все живы. Если взять, что здесь примерно мертвых, допустим, веток 40, а живых 100, значит, 40 обрезанных. Обрезано больше. Не все пострадали, видите? Не все пострадали. Но все обрезанные стали этими самыми. Большая часть отрезанных стали мертвыми. Вот. Талдычу, толдычу, толдычу. Год за годом. Десятилетие. И тут же пишут, давайте улучшать деревья. Ну, еще один маленький. Тут кто смотрит мои фильмы, смотрит мои вебинары. И уже пару раз проликнул. А что здесь делают эти самые покрышки резиновые от автомобиля? Говорит, неужели железов сошел с ума? 30 лет проклинал покрышки, в которых садили деревья. Причем все до единого на верную смерть. А садили их сотнями тысяч, миллионами. Мало того, что плодовые. Все города забиты этими покрышками. Кругом. Сейчас уже часть из них просто в сторонке валяется. Почему? Деревья в них росли и погибли. Покрышки оставались, не украшали. И туда я смотрю, кто-то в сторонке собирает. Так, стопочками. А вывозить некому и незачем. Вот. И показали, кажется, Абакан. Кажется. Несколько сотен покрышек кто-то взял вот таких, собрал и прямо туда, где эти, вывозят эти. А вывозить-то никто не хочет, это не мусор. И стоят они на дороге. Вот. Только потому, что когда-то 30 лет назад крупнейший в России журнал поверил человеку, который в них в покрышки посадил саженцы, получилась добротная статья. Вся страна, включая Украину, Белоруссию, Казахстан и еще 13 республик, все поверили, что это здорово. И поливать удобно, все, и покрасить ее можно. И вот это проклятие довело до того, что власть на Украине сменилось. Думаете, новенькие покрышки с магазина шли на то, чтобы это, построить баррикады, поджечь их и защищаться от ОМОНа? Вот. От спецслужб. Нет. Бэушные. Собирали везде. Они были в каждом дворе. Страна сошла с ума. Не сошел с ума я один. Потому что я уже тогда, 30 лет назад знал и писал и печатался. Ну не смейте вы делать эти. Это же фактически искусственная ямка для полива. так и называют. Можно просто выкопать ямку, посадить саженец. Вот сгниет. Кстати, сегодня у меня вебинар 28-й. Покажу еще раз. Уже хоть устал от этих тем, но еще раз покажу. Ну теперь отвечаю на вопрос. Зачем пройдут-то покрышки? Приволок же с города. Вот. Да потому. Вот. Сжигать вот это вот. Это у меня все было живое. Часть из этих веток это наклонились из-за забора. Вот. Там заброшенный сад. Хозяин есть, но сад полузаброшенный. Все, что нависало ко мне отпилено. Вот видите. Вот. И все это будет сожжено, потому что покрышки хорошо горят. Благодарю за внимание. И еще раз. Не уничтожайте деревья обрезкой. Ваши дачные деревья им надо подходить со страхом. Секатор спрятать куда-нибудь подальше. Куда-нибудь в дом, за дом. Закопать день в огороде, чтобы соблазна не было. Вот. Это ужас какой-то. Четыре срока обрезки. Весна, лето, осень, зима. Ну, с ума сошли. Ну. Не могу я уже еще это видеть, слышать. И ничего не меняется. У меня опять будет тут 300, 500 просмотров. Все, на всю страну. И опять миллионы людей возьмут секаторы. И знаете, когда резать будут? Да прямо сейчас. Потому что весеннее обрезку никто не отменил. Сами ничего не умеют. Садов не имеют. А учить мастера. Как так, а? Я из Боржская узнаю, нажимаю, кто. Флорист. Ну, и занимайся своими цветочками. Не лезь ты куда не просит. плодовый сад. И началось. Весенняя обрезка, летняя обрезка, осенняя обрезка, зимняя обрезка. Кто тебе сказал, что это? А там еще, я покажу на вебинаре, там есть еще круче. Вот надо умудриться осенью так обрезать, чтобы была с одной стороны осень в последние дни, но чтобы до мороза она успела и раны затянуться. Раны не затягиваются никогда. Косточковые еще и растут. Растет дерево, растут раны. Вот. Яблонь и груши бывает с виду на три четверти, на половину, на одну четверть затягиваются калусом, а остальное нет. А распилите пополам и что получите? Поперек раны. И увидите, что мороз добирается до самой середины, до самой души. Вот. Я единственный в мире патологоанатом уже показал сотни этих распилов. Сотни, сотни, сотни. Сотни. Ну, когда же дойдет-то, чтобы прекратили, чтобы где-то на уровне страны, где-то... Ну, есть же в Госдуме какая-то, только сейчас до меня зашло. Должна быть в Госдуме какая-то организация, которая близка к этой теме. Что-то вроде зеленых, что-то вроде сельское хозяйство. Ну, займитесь этим делом. Проведите эксперимент. Миллионы мертвых деревьев распилите через раны, комиссию создайте. Посмотрите, придете в ужас, в ужас, и тут же стадите закон. Запрещается пропаганда обрезок летних, осенних, зимних. Вот. И так далее. Все, замолкаю. У меня сердце застучало, извините. Не волнуюсь, я один заступник за деревья, один единственный. Больше нету. как жалко, что у меня на том участке это все. Там у меня еще деревья, которые я еще не сжигаю. Знаете, почему? Сейчас расскажу. Там деревья у меня в таком виде. но здесь-то это осталось на сжигании, видите? А там более толстая на дрова. Их еще можно каждый распилить такими чурками по 10 сантиметров, по 15. И просидеть весь путь, как уничтожалось дерево обрезками. И когда правильные обрезки по железу лучше не обрезать. Второй вариант обрезка на сучок. Минимум вот такой. Он же служит пробкой от мороза. Сучок. Вот. И, наконец, обрезка на кольцо, освещенное веками, освещенное людьми совершенно не сведущими. Вот. И все это у меня на том участке. А, сегодня вебинар. 18-й. Сегодня покажу. Лишний раз не помешает. хотя толку от этого. От моих этих. Все, друзья. До свидания. Благодарю за внимание. Опять будет меня брат ругать. Он тоже выпускник сельхозвуза. Одновременно механик-электрик, одновременно садовод. Вот. Компьютерщик. Он же человек, который меня постоянно ругает. Константинность. Не говори таким тоном. Отпугиваешь людей. Люди должны такой, добросердечный должен быть этот. А как, смотря на уничтожаемые деревья, как можно быть добросердечным? Ну, не получается, Юрий Владимирович. Извини, брат, железу. Так, кстати, тоже железу. Все, благодарю за внимание.